Здесь косяк, а это косяк. Главное, чтобы в весь видос не был один сплошной косяк. Мадам и миссию, с вами Здравый Малый. И сегодня у нас немножко французской нотки. Пежу 308, 2009 года, 1,6 литра. Да. Прекрасно. Особенность нашего обзора будет в том, что мы будем обозревать не просто тачки, а тачки, которые пригодны для людей с ограниченными возможностями. Для инвалидов, короче. Для карликов, для колясочников, вот эта вся шушера, ребят. При моем великом росте важно, достаю ли я до всего. Этот ключ нужен, блядь, ладно. Блядь! Сука! Нормально. Легкий капушинка. Косячок в области капота, это большой передок. Змейкой можно зацарапать нахрен тачку, ребята. Ну а потом, как только зацарапал, еще отполировать это все, и прям класс. Супер, бомба. Для чего все эти мучения? Для того, чтобы вам показать подкапотное пространство, насколько удобно, собственно, инвалиду доставать до стеклоомывайки, замене масла, замене фильтров. Тут все как-то вроде как красиво, но... Фильтр. Я до него достаю абсолютно спокойно. Щуп масло проверять. Достаю, все хорошо. О, мываечка. Господи, какая дырка. Огромная. Периодически не закрывается. Нужно бахать, что есть морщик. Нельзя просто взять и 50 килограмм ему надоедить, и он закроется. Ни хрена подобного. Багажничек. Проблема в том, что, открыв багажник, забросив его, толкнув наверх, у меня больше нет никакой возможности самостоятельно закрыть его обратно. Объем багажника. Вы видите, сколько говна в нем уже лежит, и сколько еще сюда может поместиться. На самом деле, вы из магазина вышли с пакетом, и вам нужно загрузить его в багажник. Бортик высоковат. Ну, опять же, лично для меня, лично для инвалидов. Нужно будет приложить усилия, чтобы его забросить, чтобы все продукты поразбросало по багажнику, и вы потом рачком все это собирали. Вот сейчас продемонстрируем, кстати. Итак, вас, тусовка инвалидов, собралась на пикник. Значит, один инвалид сидит уже спереди, говорит, ребята, я залез, можете залазить вы. Удобно! Нам нужно сложить задний ряд кресел, чтобы запихнуть маленький карликовский холодильник. Засовываем свою маленькую ручку сюда, начинаем неистово дергать сидушку. А далее мы делаем следующим образом. Это максимальное положение пола в этом автомобиле. Для чего я сказал вам про кресло, которое придвинуто максимально. Спереди человек, который сидит на пассажирском кресле, также должен придвинуться максимально. Выкинуть свою нижнюю часть ног в багажник, либо сломать себе колени. Ну, как бы, если 4 карлика, и это вообще без проблем. А так, ребят, проблем. Наша классическая рубрика угнать за 60 секунд. Переместились мы в салон для полноценных. Это очень хорошо, когда есть боковые поддержки, извините, ягодец. Но лично для меня, и я уверен, что для инвалидов-колясочников точно такая же фигня, очень неудобно. А так удобненько сидеть, но залазить тяжело. Настройка кресла. Для того, чтобы воспользоваться этим рычагом, нужно сделать следующее. Открыть дверь, которая не фиксируется. Фиксируется. И вот только сейчас я могу дотянуться, головой нырнув сюда, подняться наверх. Или опуститься вниз. Очень удобно для инвалидов. Под рулем аж три элемента управления. Слева у нас поворотнички, справа у нас омывайка стекол. И управление магнитолой. Правда, карликам не очень удобно, у кого маленькие руки. Там выводится бортовой компьютер, который показывает цифры. Здесь тоже на бортовом компьютере показываются размеры вашего щеля и так далее и тому подобное. В общем, стандартные все вещи. Ребятки, если вы маленького роста, не обязательно карлик. Очень хочется водить автомобиль, вам помогут выносные педали. А конкретно компания, которая производит ручное тереоуправление.рф Предоставила нам педали. С помощью них мы с вами сегодня и прокатимся. Погнали. Это не живо торчит, это я газую. А что вы думали, какой-то экшен будет полноценный? Как тебе? Не знаю, что-то как-то... Не, конечно, карманов миллион. Тут карман, тут карман, все везде карман. Везде можно засунуть какую-то хрень. То есть везде она тут лежит, все это, конечно, зашибись там. То есть, но для кого, для чего, это неизвестно. Очень часто приходится, к сожалению, нарезать сыр в машине. Для нас важная ситуация, это инвалидская фишка, вам не понять. Бывает балык, шашлык жарим в багажничке. Если вы ездите очень часто, и вам надо поставить доску для нарезки сыра, то вот, бортовой компьютер для этого и нужен. Вы думаете, цифра экрана? Нет, вот, доска лежит. Если вы любите бухать в тачке, бухать в тачке плохо, но вот, знаете, но поставить его негде. Смотрите, в чем проблема. Подстаканники не рассчитаны на бокалы для вина. Французский автопром, а бокал вина... Да иди ты налево. Ребята, если с детства вы полюбили именно этот автомобиль, именно эту марку, ну, бог с ним, берите. Но если особых предпочтений у вас нету, выберите другое корыто, поставьте на него ручное управление, поставьте на него выносные педали. Кстати, ссылочка в описании, ребятки. И ездите себе, радуйтесь. Если вам понравился этот обзор, подписывайтесь на канал, жмите звоночек, ставьте лайки. Пишите нам, если вы тоже хотите, чтобы ваша тачка попала на обзор. Что, я не знаю, что еще делать. Что еще делать французу? Ну, революцию сейчас устроим. Ди-ди-ди. Ди-ди. Жизнь удалась. Я живу в Белгороде, прикидываюсь карликом-французом, пью сок вместо вина. С нарисованными усами. Классный обзор.